здравствуйте друзья это эфир предварительные еще не наш курс обучающий по соло практике ну вот я считаю правильным немножко сначала рассказать о том что это вообще будет за интенсив обучающий что за практика может быть кто я такая ну и ответить на вопросы которые уже написали может быть вы сейчас во время эфира напишите в комментариях к объявлению канонсу но и к этому эфиру тоже ну так вот меня зовут олеся я живу сейчас в торонто на принципе путешествовал много в жизни долго жила я работала в москве и сейчас туда тоже часто приезжаю и у меня довольно много профессий первой профессии первая моя профессия была документальность документалистика я работала на телевидении долго и программе взгляд если помните такой проект лет 10 работала была продюсером была делала свою студию документально это были закрыта сильно вдаваться но они были политические какие-то ситуация поменялась и я почувствовала что мне интереснее то что мне реально интересно это люди это немножко другая другое направление движения чем то куда двигается телевидение сейчас я с телевидения ушла и попала вот собственно говоря на многие разные обучающие программы по психологии психотерапии потом путешествовал по миру жила с шаманами всякими целителями по долгу это был очень такой мощный опыт потому что он очень но он тяжелый по-своему потому что условия жизни неподходящие для городского человека непривычное и психологический прессинг если живешь настоящим таким вот мастером традиции то он очень сильно давит правило то есть эти люди очень тебя проверяют ставят разные ситуации ну зачем ты вообще там живешь если ты не пытаешься выйти за свои пределы не расширяешь свои возможности психические первую очередь личностно и так далее вот то есть были разные интересные опыт у меня в жизни но в то же самое время я всегда остаюсь человеком с несколькими высшими образованиями то есть я это все дело как-то анализируем интегрирую меняю ну то есть одна часть меня очень традиционная и желающая все как-то объяснить в том числе и другим людям объяснить разложить по полочкам систематизировать а вторая часть такая революционно романтическая двигаться другие культуры пробовать что-то делать по-другому и вот эта вот жизнь суфиями к слову сказать и с шаманами она меня и научила никогда не следовать плану никогда не жестко следует правилам то есть пробовать что еще бывает и собственно говоря онлайн формат аутентичного движения вот эта самая наша соло практика появилась во многом как следствие вот этого не следования правилам потому что мои коллеги когда только заявила сначала маша гусева заявила про то что она делает аутентичное движение по скайпу а потом я стала разрабатывать соло формат свой которому я сейчас буду вас учить но не сейчас а начиная со следующей недели потом может быть мы вместе будем его еще дальше развивать и применять для разных целей сначала мои коллеги долго шутили что я там сейчас солю все пересоли ну как ты все солишь как твое соленье так далее а потому что считалось что аутентичное движение в частности как практика не делается в одиночестве и тем более никак невозможно там двигательную терапию например преподавать давать онлайн и что без физического свидетеля эта практика теряет всякий смысл это действительно было ну как такой постулат то есть ты наверное не понимаешь что такое аутентичное движение мне говорит потом я стала развивать этот формат появились люди которые практикуют появились отзывы появились их какие-то тексты обратная связь потом я сидела еще и проанализировала систематизировала перед выступила на евро на европейской конференции ассоциации европей одна конференция ежегодная европейской ассоциации по танцобиодных терапевтов с большим достаточно успехом выступил меня просили британский журнал по танцобиодной терапии попросил статью об этом это такое центральное научное издание в этом направлении это хорошо и сейчас на ней работаю то есть это как бы очень считается престижно то что тебя приглашают опубликовать вот рассказ о своей работе там то есть это все вполне сейчас становится наоборот трендом то есть вот это соло к нему много интереса от моих коллег танцобиодных терапевтов из разных стран сейчас после моих вот этих выступлений на конференциях но в то же самое время такая живая развивающаяся практика в которой соединяется и танцы двигательная терапия и какие-то ну вот есть конкретная практика конкретное направление в тдт аутентичное движение там много форматов я много лет практиковала да и участвую лабораториях по аутентичному движению профессиональных и сама экспериментировала с форматами то есть вот на этом курсе по сути разные форматы классического аутентичного движения я буду давать одну три раза в неделю в том числе да помимо других заданий к этому всему и собственно говоря источник одним из источников вот этой практики является классическое аутентичное движение и танцобиодная терапия но к этому будем добавлять арт-терапию медитационные какие-то техники работа с вниманием то есть практика интегральная интеграционная и дальше после интенсива вот этого можно будет я наконец видимо открою уже полноценную группу практиков с каким-то уже опытом с база не есть у нас есть группа как бы начала практики где можно попробовать в сообществе единомышленников первый раз ходить практику или просто еще что-нибудь там такое писать продолжать там это бесплатная группа она будет вечно такой бесплатной но вот какими-то более интересными вопросами заниматься например там работать даже психосоматикой или работать с личностными какими-то задачами явными мне было бы интереснее все-таки с группой людей которые прошли уже вот этот вот интенсив да спасибо анастасия потому что хотя бы базовые знания форматах нужно иметь чтобы идти в более сложные какие-то темы но и пока мы практикуем вот на интенсиве вот на этом месяц четыре вебинара в неделю три это новые форматы какие-то новые задания по сути обучающие то есть у меня как бы условием того чтобы можно было бы практиковать онлайн группы одним из условий важнейшим но для меня как для ведущего является вот такой образовательный подход education и прочее много объясняю про то как устроена эта практика обычная клиентская группа по танцеблигательной терапии ты приходишь просто выполняешь инструкцию и не пытаешься понять почему так что это такое как вообще эта практика работает вот я считаю что онлайн группа она для взрослых людей и в то же самое время эта группа у нас будут свои правила я тоже буду объяснять и потом еще в группе буду объяснять когда мы начнем уже интенсив закрытой группе когда из нее уйдут все те кто не не решился в этот раз пойти вот в общий процесс групповой на месяц там будут свои ясные очень правила как мы свидетельствуем как мы взаимодействуем между собой вот но все таки у нас всегда опора на себя то есть я не стою рядом с вами когда вы практикуете но вы понимали мы все взрослые люди и чем лучше мы понимаем себя чем больше мы знаем о том как практика устроена и вообще чем больше мы готовы опираться на себя в себя смотреть тем на самом деле мы более здоровыми становимся поэтому я думаю что вот это вот соло практика и образовательный подход это может быть даже в чем-то более эффективно в плане вот такого целительного эффекта самоисцеление и даже социализации людей даже чем групповая практика потому что вот я очень люблю танцебрительную терапию для меня это часто но это радость это такая практика про радость про совместное переживание разных состояний про движение про телесную радость вот но в то же самое время я знаю что многие люди там залипают в этих группах по танцебрительной терапии то есть они никуда не двигаются не двигаются по жизни они просто все время приходят на эти группы ездят на семинары на ретриты и немножко так в этой ну превращается это все в такое убежище в такую песочницу и не думают не идут вот в какие-то даже осознавания то есть вот группа единомышленников и все и мы вот здесь нам здесь хорошо а внешний мир для нас слишком груб вот соло практикой так не выйдет и мы будем точно совершенно работать над тем чтобы ну во первых она больше не более независима то есть мы можем практиковать где угодно когда угодно на природе на даче дома ночью днем когда когда есть час времени у вас на то чтобы создать себе безопасное пространство куда никто не вторгается и где вы там не упадете со скалы и не попадете под машину если это на улице находим пространство где это действительно безопасно потому что часть процесса с закрытыми глазами происходит на важно чтобы пространство было достаточно безопасно вокруг а вот и у нас всегда есть при этом поддерживающая группа и если что-то происходит вот экстраординарное в вашем утреннем мире вот вам нужна срочная поддержка всегда можно обратиться еще и ко мне мы можем разобраться что случилось ну что что же что за состояние с которым вы например не можете справиться как с ним быть это все на самом деле бывает на первых каких-то парах вообще чем больше мы учимся чем больше мы какую-то систему осваиваем тем больше мы можем сами решать вот как бы самостоятельно решать эти задачи плюс минус самостоятельно при этом не выпадая полностью в какое-то одиночество а у нас группа мы можем встречаться и физически между собой мы можем делать какие-то совместные практики на природе если мы живем в одном городе или те участники сообщества которые живут в одном городе дружить взаимодействовать то есть дружеские и очень при этом деликатное и глубокие отношения между участниками группы возникает достаточно часто это тоже вполне понятно вот но все-таки мы всегда помним что все равно опора на себя и контакт с реальным миром очень важен и эта практика для ресурсирования для того чтобы мои возможности вот взаимодействие с миром увеличивались чтобы моя выносливость мое вот это вот состояние свидетеля то самое которое мы тренируем когда мы можем немножко со стороны смотреть на ситуацию находясь в то же самое время внутри нее видеть большую картинку понимать собеседника вот мой интерес вот его интерес вот что происходит вот то есть тренированное внимание оно широкое то есть грубо говоря у травмированного человека внимание схлопывается когда мы попадаем в травму когда мы вдруг выпадаем в какие-то свои там ужасы и шуги сознание становится очень узким обычного человека он видит только вот это вот свой страх там свой испуг или что-то что-то что его зацепило а всю картинку он уже не видит и людей которые его окружают он не чувствует и куда двигаться с этим и как двигаться он не понимает так вот как себя ресурсирует таких ситуациях и ну как бы легко их проходить использует все возможности которые прямо сейчас на самом-то деле есть просто я с ними в контакте ресурсирующая практика и тренированное внимание большому счету я когда чувствую чтоб я кажется схлопнулась что мне нужно чтобы снова до открыться почему насколько действительно опасно я буду все говорить принципе у меня вот два таких онлайн проекта с похожими задачами на совершенно разных это соло практика и вот есть мне такой курс ясночувствование вы наверное видите я в своем как бы блоге периодически о нем сейчас пишу потому что с апреля начинается следующий запуск там мы просто разбираем еще что делать с каждым чувством с каждой эмоции как они работают как они у нас уложены устроены тоже полезно знать но там я даю разные практики много всякой групповой работы вот что делать со страхом что делать чувством вины что делать со злостью что делать со стыдом что как принимать радость какие помехи в проживании радости существуют к что такое чувство отвращения чувство меры как это работает мы так далее то есть это все полезно знать но но там немножко другая история там где-то аналитика отчасти да и практики для осознавания то есть образовательная тоже такая штука а вот соло это именно практика который может быть ежедневной я более того призываю быть ежедневной сама видимо сейчас я я выпала из него на некоторое время каждый день и не делал сейчас хочу снова начать и даже сделать такой текст каждый день вот начиная с этого курса и в дальнейшем буду делать это уже каждый день не так много времени занимает а вот собирает внимание тело очень сильно реабилитирует там пробуждает да включает в нем вот эти вот исцеляющие какие-то процессы творчество просыпается и постепенно так находятся ключики к разным состоянием и к разным чувствам через нее и вот если она ежедневная такая то утратить вкус халвы как в том мультике невозможно потому что контакт с чувствами он есть он такой устойчивый постоянно мне для этого практика группа поддержки в том числе онлайн ну неважно какая то возможно реальная группа поддерживающая то есть есть на что опереться вот небольшими затратами временными и материально совсем уж маленькими на самом-то деле вот я могу себе позволить быть в контакте со своими чувствами с миром то есть я сама вот иногда удивляюсь я буду сейчас стартовать это соло каждый день но при этом я проверю что за помеха что меня из него вытянуло да то есть всегда это что-то что ну почему люди не хотят практиковать такие вещи потому что было какое-то чувство которое не хотелось испытывать например не хочется на что-то смотреть а такая практика она частенько все-таки приводит все равно тебя к зеркалу да ты видишь что на самом деле происходит ну и происходит такая раз и потеря контакта но вместе с этим теряется очень многое и много других чувств и так далее поэтому я всем говорю что не бойтесь да то есть даже если какой-то боль какая-то испытывается чего-то вот кажется что я не знаю что делать с этой ситуации если я продолжаю смотреть если я продолжаю практиковать если я продолжаю искать то решение находится тело подсказывает решение во время во время процесса движения во время вот эти вот этой практики очень многие вещи прям проясняется становится понятно что с этим делать вот так что я во многом этот интенсив затеяла и для себя потому что сейчас мне уже не отвертеться я тоже буду практиковать и я буду ну иначе просто уровень энергетики будет не то чтобы держать группу важно обязательно тоже практиковать просто теоретически рассуждать все это почувствуют и для меня это тоже такое возвращение то есть у меня был год где было много слова практики появились первые там такие явные группа последователей и было о чем уже сделать доклад на конференции и так далее а потом я вдруг раз и перестала практиковать и сразу же перестала вести эти интенсивы пропали и те люди кто уже практиковал много часто они вдруг раз и тоже стали прекращать это все то есть вот я хочу почувствовал даже ответственность отчасти держать это пространство держать направление двигаться и сейчас я иду тоже с намерением больше не прекращать двигаться практика хорошая вот но это я так просто для знакомства поговорила о разном сейчас я иду и читаю вопросы и буду на них уже действительно отвечать так алина спрашивает этот курс включает работу в группе или сугубо индивидуально вообще плохо представляю что за весь такой с чем его есть понятно что не представляет себе сейчас объясню как все будет устроен то есть три раза в неделю я буду появляться вот так вот в эфире группы и подробно объяснять идею следующего формата то есть практиковать вы будете сами своем пространстве дома на природе путешествие где угодно в этом принципе фишка этого формата соло что практиковать можно когда угодно где угодно и ничего такого специального не требуется но желательно иметь интернет потому что частью практики будет написание текста или там создание еще визуального какого-то объекта и публикации его в закрытой группе только для практиков эти группы никогда не будут очень большими вот эти вот группы практики маленькие ну вот интенсивы и кроме того вы еще будете читать свидетельствовать видеть процессы других людей и тоже что-то при этом откликается сопереживание просыпается там просыпается какие-то осознавания какие-то яркие вещи то есть мы друг друга поддерживаем причем будут ну свидетельство слово свидетельство и даже правила для таких комментариев к процессам других людей на первых порах будут прям очень четкие можно написать просто я тебя вижу ли освидетельствую можно сделать комментарии как эхо взять кусочек фразы либо рассказать историю своей жизни никаких советов никаких оценок ни в коем случае того что написал человек и вас никто не будет оценивать и вам никто не будет создавать советов которые может быть вас только ранен да то есть не имеет отношения к вашей ситуации никакой а вот если человек просто расскажет свою историю в ответ сказать я вот тебя читал а у меня вот вспомнилась такая история из моей жизни ну что-то обидно это нормально как раз мне статья по свидетельствованию я сейчас выложу в этой группе если я еще никто не если еще не выкладывал что такое свидетельствование это в принципе термины с психотерапией с телесно ориентированной психотерапии из классического аутентичного движения и нравится слово это мне вполне отзывается как любят говорят говорить всякие практики телесные то есть мы друг друга именно свидетельствуем у нас очень бережное пространство будет группе для чувств каждого и каждый может проявляться в этом пространстве вот то есть есть групповой процесс но базовые телесные творческий процесс будет в вашем личном пространстве удобное для вас время и слушать мои вот эти вот тексты это будет и видео это будет и аудио если вам удобнее ли если вы например в поездке зачем смотреть на мое лицо там когда вы можете просто включить mp3 послушать то что я говорю все будет понятно кроме того я очень рекомендую когда начинаешь такую со практику начать вести дневник у нас есть форум с закрытым разделом где можно писать вот в группу выкладываете именно какие-то тексты которые родились как часть процесса но в дневник можно писать постоянно что угодно любой истории в вашей жизни что хотите и я рекомендую читать друг друга тоже немножко комментировать поддерживать это закрытый форум то есть никто со стороны это прочесть не сможет то есть я открываю туда доступ только по ну вот я зарегистрировался вот мой там ник на им вот вот как я зовусь на форуме вы там можете придумать себе имя да может люди могут даже не понимать что это вы если вы хотите сохранить анонимность такую даже от участников группы как угодно вот но такое вот прописывание тоже в поддерживающем пространстве она помогает быстрее интегрировать какой-то опыт из практики в реальную жизнь то есть вы увидите как это связано как вы ведете себя в жизни как что вы переживали в практике а как вы поступаете в реальной жизни если это делать то это будет как-то и освещиваться более ясно и может быть другие люди тоже вам что-то расскажут из своего опыта поддержку почувствуете в группе то есть дневник это тоже один из наших ресурсов ну и но по структуре но и воскресенье я буду отвечать на вопросы то есть три раза в неделю это будет новый формат новая идея новое задание какой-то кусочек информации о практике а воскресенье вопросы будет всегда тема с вопросами и все что будет спрашивать я буду комментировать вот так же точно живом эфире атлеты на вопросы о практике возможности у практики достаточно широкий то есть у меня на этом интенсиве задача чтобы ее освоили чтобы научились ее делать с разными при этом там с предметом стать к интеграции с секой с такими настройками с такими фокусами внимания вообще ее понимать эту практику а дальше можно уже делать какие-то еще отдельные группы там на тему например там солы и отношения или солы и все что угодно да то есть какое-то решение конкретной задачи с самыми разными акцентами но все равно вот самая база взгляд это вот этот вот обучающий интенсив который кстати говоря будет прохождение этого интенсива и вот некоторое время практики в любой группе в группе интенсива в бесплатной группе или в каких-то еще там продвинутых скажем так курсах таких же месячных которые буду еще предлагать в этом году это ну будет обязательно если кто-то захочет стать фасилитатором солы потому что я сейчас готовлю такую профессиональную программу по этой практике для помогаю для людей помогающих профессии которая будет аффилирована и с нашими ассоциациями европейской и канадской наверное российской по дэнс терапии но это просто процесс пока и на там писать чтобы она соответствовала всем стандартам чтобы 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 публиковать эту статью в научном журнале в нашем этом дэнс терапевтическом чем все это сделать и тогда я уже заявлю профессиональный курс но как подготовка к курсу все равно вот этот вот интенсив и какое-то время личной практики я буду считать на таким обязательным делом если человек который хочет ее вообще фасилитировать тем более но это не но этот курс он не профессионал для всех он просто для того чтобы практиковать потом самостоятельно или группах как угодно что дает сейчас еще вопрос сначала проверю потом еще что-нибудь от себя скажу так еще вопросы для практики нужно уединение я например вообще не бывает на радмила пишет это недавно до меня дошло до нужен час уединения это правда но вот сейчас скоро лето например вы можете в парку идти а кроме того есть такой момент что вы можете договориться с домашними это может быть даже поводом договориться с домашними и выстроить вот эту вот границу что вам иногда нужно личное пространство когда никто не входит комнату вообще совсем и ну как-то подготовиться на самураица что сначала кто-то будет пытаться нарушать это право и так далее что вот у меня есть такая практика для того чтобы ее делать мне нужно час за закрытой дверью провести чтобы никто не заходил может быть меньше чем час сама практика может быть 20 минут но научить домашних уважать ваши границы в этом что-то есть именно объяснить можно как угодно им как любую версию выдать например сказать что я собираюсь там профессионально тоже в том числе до практиковать со временем или еще что то вот но если нельзя вашим домашним это объяснить но помните что если человеку год от роду то наверное сложно можно кому там попросить посмотреть за ребенком часик вот но вот личное время и уединение для человека любого нормального это одно из принципе правил сохранения каких-то открытых чувств себя своего его прямого ясного восприятия мира чтобы вы понимали чего вы на самом деле хотите что с вами вообще происходит куда вы движетесь и в том числе чтобы организм работал правильно то есть ему тоже нужно когда-то делать ревизию себя для того чтобы не развивать психосоматические заболевания наоборот включалась иммунная система если мы вообще не даем возможности своему организму заняться собой обратить внимание на себя то чего мы от него ждем то есть если такая ситуация существует что вообще не нет уединения как раз может быть вот повод ее хотя бы на час один раз два дня делать ну важно это важно это для здоровья и для чувства радости для того для той самой радости для счастья внутреннего имеет значение я бы рекомендовал обратить на это внимание иногда даже вот у меня мой друг бросал курить хотел бросить курить вернее никак не мог я его спросила что вообще что такое для тебя эта сигарета зачем что ты испытываешь для чего ты куришь он говорит ну это принципе вот когда он монтажером работал на телевидении вот я когда ухожу покурить никто меня не трогает тут я пять минут я могу уйти в себя и подумать я ему тогда посоветовала заменить сигарету чаем моте вот колебался даже трубочка даже сосательный рефлекс присутствует ты наливаешь и выходишь с очень загадочным видом стоишь с этой штукой никто к тебе не подходит он попробовал полностью отказался от сигарет тут же сказал полностью сработало то что мне надо то есть иногда человеку нужен такой экскьюз повод чтобы его оставили в покое ненадолго вот можете сделать из этого интенсива такой повод объяснить людям что да вот вот это святое время для меня я вот сам собой это моя практика мне это надо для здоровья или там чтобы сделать этим своим детям добрую маму или для учебы или еще для чего нибудь всегда можно найти какой-то аргумент который домашние поймут вот это самый экскьюз ну и для себя тоже вот обычно ну да 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 но вроде как а тут вот есть задание для того чтобы выполнить это задание нужно себя организовать час уединения один раз два дня еще за это время будет происходить куча внутренних событий к тому же то есть может быть она того стоит задумайтесь об этом вот какие еще вопросы есть намерение участвовать и сна чувствования может ли эта практика стать для меня ресурсной безусловно она и для меня ресурсная на самом деле она для всех ресурс на это практика очень ресурсирующая она она знаете какая направо полушарная мы сразу попадаем в такой учимся быстро заходить в потоковое состояние я в связи с этим он сейчас собираюсь сделать уже на английском языке правда ну может и на русском сделаю тоже курс специально для людей творческих профессий потому что я по себе знаю как иногда смотришь на этот чистый лист и готов просто убить себя об стену потому что вот этот вот сделать этот первый шаг и начать писать там сценарий например или начать делать рисунок или вот что-то такое это просто ужасных требует усилий а вот сходить перед этим соло потом выйти вот в этом еще легкой измененки сесть и начать будет очень просто я по себе пробовала сразу тебя движение запускается и ты это движение направляешь на тот процесс который тебе нужен творческий и а потом уже она все пошло кроме того посидел поработал еще раз сходил соло снял напряжение и через тело получил какие-то еще себе ответы расширил внимание увидел какие-то образы еще что-то такое тынч дальше поехали то есть эта практика ресурсирует любое творчество и в то же самое время она телесная то есть из она показывает реальность телеска она тема прекрасно да что тело не соврёт и тело действительно знает все и когда ты через тело телесными вот этими техниками начинаешь себя осознавать то очень многие вещи они с одной стороны быстрее как бы осознаются проясняются в уме а с другой стороны стабилизируетесь как-то они превращаются от мой телесный опыт и вот то что происходит во время аутентичного движения в частности вот в теле происходит оно происходит и в теле и в чувствах и в сознании тоже то есть это прям реальное событие жизни это не просто мне кто-то сказал я ответил у нас был такой вот философских спор достаточно интересные но потом я пошел и споткнулся и забыл об этом все телесный опыт не забывается он есть просто и вот эти вот события которые происходят в теле например подруга она похудела резко она была достаточно полная а потом во время процесса аутентичного движения у него пришло пришло проживание просто понимание того как она скрывает от всех свою радость как она прячет то что и радует и не проживает она ее как-то да то есть она вот пытается все как-то собрать и у нее прошло прошло произошло какое-то решение по этому поводу переосознание перепонимание говорит я просто утром на следующий день проснулся и у меня такое ощущение что меня сдули и она стала терять вес стала вдруг вот такой стройненько спортивной девушкой в течение несколько месяцев без всяких диет без ничего просто потому что у нее поменялась психическая структура вдруг это произошло в процессе аутентичного движения например потому что это было прям какое-то вот событие как в путешествие происходит то есть в общем-то это такое путешествие по своему телу регулярное ежедневное такое путешествие по возможности вот поэтому да с моей точки зрения наше тело это наш гигантский ресурс первейший то есть когда я начинаю думать о чем-то вот у меня недавно скажем по другу нрава потеряла свое тело молодая красивая я даже должна признать что я даже немножко завидовал и и но ну как вам сказать умение обращаться с материальным и ее здоровью то есть она до того как случилось это заболевание которое ее съела моментально она физически была намного меня сильнее вот и вот в этой ситуации я конечно очень переживала и я еще раз переосознала вот что наше тело это все-таки самый главный ресурс какой бы человек не был материально устойчивый но если мы забываем про тело если мы уходим в ум полностью какие-то другие совсем процессы а тело остается без внимания то вскоре выясняет выяснится что вот это вот главный ресурс вообще-то и вот для меня конечно тело очень сейчас ценно мы его любим и дать ему какую-то практику через которое она может выражать себя говорить с нами высказываться потому что она именно разговаривает но просто не слушаем она не так говорит потому что и вот позволить ему проявлять себя позволить ему высказываться и делиться с нами каким-то каким-то пониманием мира и чувствованием про этот мир. То есть, на самом деле, через тело, ну, как шаман, да, они через тело, они всю информацию могут собрать телом именно, ощущая ее. И прямо выдать тебе. Думаешь, откуда он это знает? А он тело как антенна это все дело почувствовала и... Кстати, вот они не болеют, не болеют до вот своей глубокой старости. У них, вот те, кого я видела, я прям вижу, как они очень такие телесные, и они очень все это вот проживают. И протекает через них все. И нет повода для того, чтобы появились заболевания. То есть, появилась какая-то дисфункция. Тело очень функционально у них. И вот повышать вот эту функциональность своего тела можно такой практикой. Как вот наша, например, соло. Я не говорю, что только ею. Да, есть йога, медитация, есть куча всего. Танцы. Ну вот в том числе... Вот наша практика, она вот четко про это. Про то, как ресурсировать свое тело и как тело сделать ресурс для своего сознания тоже. И для творчества. Как с творчеством иметь дело. Вот. Читала про Дэ. Хочется понять, насколько применимо в самой обычной жизни, в быту. Вот, собственно говоря, я про это и сказала. Да, как пример, да, про творчество. Сидишь, пишешь там доклад на конференцию и уже что-то я туплю, я уже не соображаю, что писать. Схожу-ка я в соло на полчасика. А потом буду писать дальше. Или утром проснуться к миру. Вот быть там, где в нужное время, в нужном месте, эта способность бывает именно у людей, которые в контакте с телом тоже. Вот развивать свою интуицию, свое чутье, свою ясность видения. А кроме того, мы чуть-чуть освоим формат соло, да, а потом мы будем говорить о том, как ходить в соло с конкретным вопросом. То есть у меня есть вопрос. И я иду в процесс, отпустив его. Я его задала, я с собой договорилась, и вот я дальше иду в свидетеля, в наблюдателя. И в конце, когда вы будете писать какой-то вот текст, вдруг получится ответ на вопрос. Это как правило так происходит. То есть эта практика применима для того, чтобы ресурсировать все свои, ну как бы, другие процессы своей психической и интеллектуальной жизни тоже. Ну и физической тоже. Потому что внимание в соло всегда направит внимание туда, куда его надо направить. Где и где тело чувствует, что там оно должно сейчас побыть, чтобы решить какие-то задачи. Наше внимание это очень целительная штука вообще сама по себе. Вот. Та-та-там, та-та-там. По-моему, все вопросы там. Про повторяющиеся хаотичные движения, от которых устаешь от непродуктивных. Все верно. Это все про... Есть такое понятие там телесный интеллект, да, и телесная осознанность, вот осознанное тело. Когда ты двигаешься, и ты прям вот внимание в этом движении, тогда оно не будет хаотичной. Я же еще учу, как многие знают, массажные практики, которые я назвала relational массаж или relational bodywork. Многие просто называют, кто не хочет, иметь дело с медицинскими лицензиями и так далее. Вот. И там тоже о том, что наше внимание лечит и как оно вообще много дает вот просто без внимания прикосновения и с вниманием. Это два разных прикосновения. и когда каждое прикосновение происходит с полным вниманием и мы тренируем, там тоже у нас есть понятие свидетельствования, есть состояние свидетеля и так далее. Это вот для меня коррелирующие практики. Вместе они живут. есть соло, а вот relational bodywork это парная работа, такая же телесная, но при этом с проживанием чувств и с осознаванием. И тоже там многие вещи разрешаются очень быстро. Многие вещи телесные тоже разрешают. То есть происходит просто чудесное исцеление. Достаточно часто на нашем relational bodywork просто у людей проходят хронические всякие разные заболевания. И они ко мне приходят, потом спрашивают, а как так-то? Почему прошло? Почему опухоль ушла? Почему варикоз исчез? Я говорю, я не знаю. Это знает ваше тело. Но главное, вот то, что я знаю, это что вы держали там внимание качественное, тотальное внимание достаточно долго, чтобы организм разобрался с этим наконец. Вы не избегали этой ситуации, а вы были там, но тоже позитивно дали вот этот контейнер, дали ресурс свой туда, и ваш организм чпок и убрал то, что мешало функционировать организму, собственно, ему уже. и подобные процессы могут происходить на практике соло, когда мы как бы в одиночестве, когда мы сами по себе практикуем. Вопросы кончились. По-моему, больше нет вопросов. Вот в чем дело-то. Может быть, здесь в комментариях что-то есть. Вот Анастасия пишет, что... А вот есть вопросы. Анастасия пишет, что на курсах психологических было сложно слушать тело, я его не слышу. Это тренировка тоже. То есть это дается с практикой, это приходит с практикой. Кроме того, поддерживающая группа и даже какая-то некоторая дисциплина вот раз в два дня нужно сделать новый формат. Процесс. Дать этому время. Иногда телу нужно время, нужно увидеть, что вы серьезны, что вы действительно намерены его слушать. И потом, поскольку эта практика, она про движение тоже, она про какую-то телесную активность, она выскоржется. И в конце концов вы услышите свое тело. Я прям уверена в этом. Все слышат в конце концов. Татьяна спрашивает, практика в тишине? Да. Музыка не нужна в данной ситуации. С музыкой пробовали немножко, особенно в начале, вот на этом интенсиве точно без музыки, но можно ставить, вот, я даже запишу и положу, когда колокольчик звенит раз, потом звенит тынь-тынь за одну минуту до двадцати минут и тынь еще раз до двадцать минут. Ну, или поставите просто таймер, как угодно. в тишине, звуки природы за окном всякие и так далее, или на природе можно делать, но в принципе без музыки, потому что музыка соблазняет, музыка вытаскивает из вот этого вот внимания к тому, что на самом деле прямо сейчас именно со мной происходит. Потом есть другие вещи мы сделаем, я сделаю какой-то курс по ТДТ онлайн тоже, танцотерапии, то есть какие-то вещи, где музыка становится ресурсом, можно делать, но вот сейчас я предлагаю без музыки или музыку можно включать, если захотите, конечно, например, когда мы будем, я не знаю, рисовать, писать, но вот я бы предлагала все-таки этот интенсив прожить с тишиной и вот эта тема уединения, да, вот есть такая фраза, что лучше лекарство от одиночества это уединение, это правда, то есть как мы проживаем, вот это вот поединение, чтобы оно было у нас вообще в то же самое время, чтобы нам там было хорошо, чтобы когда я остался один, на меня не наварилась какая-то вселенская вообще, какая-то вселенская грусть, а наоборот, чтобы у меня, это было ресурсное для меня время и наполненное и поддерживающее, и тишина тоже, тишина хорошая вещь на самом деле, я очень люблю тишину, вот, еще какие-нибудь вопросы есть, нету, сейчас найдем, когда будет первый эфир интенсив, в понедельник, Татьяна говорит, всегда глаза закрыты, ну, на некоторые части процесса, вот, опять же, на этом интенсиве, да, будут закрыты всегда глаза, а потом мы будем рисовать, коллажи делать, писать, это уже с открытыми глазами, но на часть времени, да, поэтому и на логотипе у нас эти закрытые глаза, потому что кусочек вот такого движения с закрытыми глазами практически во все соло форматы входит, то есть мы двигаемся с закрытыми глазами некоторое время, да, это важно, ну, там может быть с предметом, может быть еще как-то с какими-то специальными настройками, специальными фокусами внимания, кусочек такого движения с закрытыми глазами будет присутствовать, да, медитативное очень состояние, но сразу, пытались сделать с открытыми, не то, не получается, другое состояние, вот в это, вот именно это такое вот, внутри своего тела проживание этого всего, вот все-таки закрытые глаза дают что-то такое вот правополушарное сильно, я про это еще подумаю, поговорю, статьи какие-нибудь понапишу, почему именно закрытые глаза нам так нужны на часть процесса, вот, но тем не менее, медитируем мы часто закрытыми, мы медитируем по-разному, да, и с закрытыми, и с открытыми, но вот тем не менее, есть такая часть, есть такая история, вот, что еще, что еще, тишина, закрытые глаза, да, 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 насколько малые группы, ну, сейчас посмотрим, то есть, я для меня комфортная группа, человек 20-25, но иногда бывает больше на обучающем интенсиве, ничего страшного, если группы начнут собираться по 100 человек, я их буду делить на несколько групп, просто потому, что важно, чтобы мы друг друга там видели в этой группе, вот, а пока они набирались, 100 человек не было ни разу, то есть, и не собирали, сотни прям не собирались, в онлайн формате нормально, когда это там и 20, и 30 человек, это не ощущается, как большая группа, это окей, 40, там будет у нас количество участников чуть больше, потому что несколько человек, мои ассистенты, то есть, люди, которые давно практикуют, и я прошу их участвовать еще для того, чтобы они наблюдали, вот, я там отвлеклась, мало ли кому-то нужна срочная поддержка, нужно срочное свидетельствование, то есть, какая-то, ну, тоже держать пространство общее помогали мне, точно так же, как когда я собираю, ну, вот, массажную практику, от Relational Bodywork, я передаю, как правило, в малых группах по 5 человек, или если это ретрит, до 12, 11 человек, до 11, вот, но если, ну, возникает иногда ситуация, что, ну, вот я ненадолго приехала, или вот нужна у нас боготворительная акция, мы там проводим обучение, не знаю, приемные семьи учим, и тогда у нас зал с каким-то количеством людей больше, гораздо чем 5, там, человек может быть 40, 50 даже, вот, и тогда я точно приглашаю своих опытных учеников, чтобы они помогали мне держать пространство, и чтобы они тоже, вот, как бы, заботились о участниках, вот, и здесь я так же точно делаю, я приглашаю нескольких опытных практиков, чтобы они были тоже в общем процессе, вот, такое дело, вот я, по-моему, ответила на вопросы, мне так кажется, может быть, что-то осталось непонятное, в понедельник, в этой же группе, то есть завтра, я буду еще рассказывать больше про аутентичное движение, про это устройство, а потом, мои тоже помощники, администраторы, проверят список группы, потому что это платный интенсив, кто оплатил, кто не оплатил, и там где-то к среде уже останется только эта группа, видимо, вот прям здесь же, то есть, мы уже удалим, или там сами люди выйдут из группы, те, кто на этот интенсив не собирается оставаться, но если у вас, вот вы хотите, но у вас есть какие-то сложности, вы мне напишите, может быть, мы договоримся с вами, и вы останетесь все равно, следующий интенсив будет еще, но он будет, ну, наверное, там в мае где-нибудь, посмотрим, в мае, июне, решим, когда, очень здорово научиться этой практике к лету, потому что летом масса возможностей, где вы можете, на природе эта практика очень ресурсная, вот вы приехали в какое-то уникальное природное место, прекрасное, и я всегда иду в такой вот соло-процесс там, потому что я после этого, это место со мной вообще по-другому говорит, я все слышу, я все чувствую, я все вижу, намного ярче, и вот соло в путешествии, это прям отдельная история, и стоит на эту тему сделать какой-то флешмоб, нам когда-нибудь с фотографиями, видео и так далее, еще у нас есть проект дневники аутентичного движения соло, когда люди снимают себя, я сделаю, выложу какие-то видео, даже может быть сюда, вот что такое, может быть дневник аутентичного движения соло, вы можете участвовать в нем, как тоже авторы очередных таких выпусков этого дневника, мы этим летом будем его сейчас активно делать, в общем, есть там много жизней в этом во всем, я думаю, что вы меня услышали, и буду рада, если вы останетесь на нашем интенсиве, пойдете в практику, я уже предвкушаю интересный месяц, вместе с этой группой, все только начинается, спасибо вам, что вы меня слушаете, что вам это интересно, и что вы меня тоже вдохновляете, вдохновлять вас, идти в практику вместе, это важно, вот как бы она соло, но она при этом в определенном комьюнити, в коллективе происходит, вот, так что до завтра, завтра здесь же будет эфир, обнимаем.